YouTube – сайт, способный воплотить твои мечты в реальность. Самая большая во всем интернете платформа для видео сделала знаменитыми тысячи пользователей по всему миру. Кого там только не увидишь – очаровательных леди, подростков, привлекающих к себе внимание, и весельчаков с нестареющими приколами. Одной из особенностей этого сервиса является то, что ты можешь оценить любое видео, нажав лайк или дизлайк. И нужно сделать что-то по-настоящему идиотское, чтобы вызвать неприкрытую ненависть многих тысяч людей. Итак, это 10 видео, которым удалось набрать самое большое количество дизлайков в 2016 году. Поехали! Российский детский мультик «Маша и Медведь» полюбился детям всего мира. Количество просмотров отдельных серий на YouTube превышает несколько миллионов. Одна из самых популярных серий под названием «Маша плюс Каша» насчитывает на настоящий момент полтора миллиарда просмотров. И хотя видео получило более миллиона лайков, количество дизлайков тоже впечатляет — несколько сотен тысяч. Но почему кого-то привел в негодование детский мультик? Никто не знает. Возможно, детишки просто не понимают разницу между большим пальцем, который смотрит вверх, и который направлен вниз. Что интересно, в комментариях пользователи не обсуждают сам мультик, а выражают удивление по поводу впечатляющего количества просмотров. YouTube — самый простой способ высказаться и быть услышанным миллионами. К этому эффективному способу достучаться на масс прибегнул и кандидат в американские президенты Рик Перри. В конце декабря 2011 года он выложил запись, где объяснял свою позицию по различным социальным вопросам, с надеждой привлечь избирателей. Видео под названием «Стронг» было просмотрено несколько миллионов раз и получило сотни тысяч дизлайков. Почему? Дело в том, что Рик Перри высказал довольно противоречивое мнение по поводу религии и гомосексуалистов. Вместо того, чтобы укрепить свою репутацию, он достиг ровно противоположного эффекта. На восьмом месте находится трейлер фильма «Охотники за привидениями», который, по всей видимости, вызвал немало толков среди киноманов. А ваше творчество глубже, чем я думала. В новой версии популярной картины, вышедшей в прокат в этом году, ловцами привидений в стильных комбинезонах являются девушки. Со дня выхода трейлера 3 марта 2016 года на него со всех сторон посыпалась критика. Количество дизлайков ролика на YouTube более чем в три раза превышает число лайков. Чего уж тут говорить о комментариях. За короткое время музыкальное видео «Анаконда» исполнительницы «Ники Минаж» было просмотрено сотни миллионов раз. Вслед за этим на него щедро посыпались лайки и дизлайки. Возможно, негодование публики вызвали сексуальные провокационные кадры и вызывающий текст. В песне встречаются такие строчки, как «Член был больше башни, но не Эйфелевой, конечно», «Настоящий деревенский черномазый он давал мне поиграть со своим ружьем», «Я дала ему, потому что он сбывал кокаин», и очень-очень часто повторяется слово «задница». Шестую строчку в нашем списке забоевала знаменитая «Майли Сайрус». Ее внезапное превращение из девочки диснеевского сериала в раскрепощенную даму со своеобразным поведением не могло не привлечь внимания публики. Противоречивый клип на ее песню «Wrecking Ball» был просмотрен на YouTube более миллиарда раз. Три миллиона зрителей оставили лайк. Более миллиона – дизлайк. В тексте песни нет ничего предрассудительного, так что, скорее всего, их возмутил сам видеоряд. Недоброжелатели продолжают использовать старый как век аргумент, что знаменитости подают дурной пример детям. Наверняка вы не ожидали встретить в этом видео популярный ролик «Гангнам Стайл», однако и он обрел немало недоброжелателей. Это видео может похвастаться самым большим количеством просмотров и комментариев во всем YouTube. Также он имеет наибольшее число лайков и, как ни странно, дизлайков. Тем не менее, это не отнимает у него звание самого успешного видеоклипа за всю историю платформы. Четвертую позицию занял, возможно, самый ненавидимый ютюбер в сети – Аруан Феликс. Он стал знаменитым благодаря интересным информативным роликам хорошего качества. Как бы не так. Как и многие другие, он пытался привлечь к себе внимание, снимая глупые выходки и приколы. В 2015-м на его канале появился ролик, где Аруан под прицелом камеры уничтожает серебряную кнопку, награду, которую YouTube присваивает видеоблогерам со 100 тысячами подписчиков. Это видео просмотрело более 20 миллионов человек. 500 тысяч из них поставили лайк. Число пользователей, которым ролик не понравился, больше в 4 раза – целых 2 миллиона человек. Сегодня именно Аруана называет королем дизлайков. Их количество исчисляется сотнями тысяч для нескольких видео на его канале. Ребекка Блэк с детства мечтала стать известной певицей. В один прекрасный день она решила, что время пришло, и заплатила целую кучу денег, чтобы для нее написали песню и смонтировали клип. Ее дебютный сингл «Фрайдэй» вышел в 2011 году, вскоре превратившись в настоящий интернет-феномен. Ребекке действительно удалось приобрести славу, да вот только дурную. На нее буквально обрушилась лавина критических замечаний. На настоящий момент у видео почти миллиард просмотров, 600 тысяч лайков и 2 миллиона дизлайков. По всей видимости, публике не понравилась ни сама песня, ни клип, ни стиль исполнения Ребекки, взглянив ее невинные глаза. Она всего лишь хотела стать известной. Вторую позицию в нашем списке занимает трейлер к игре Call of Duty Infinite Warfare. За короткое время трейлер собрал по-настоящему историческое количество дизлайков. Выпущенный 2 мая 2016 года, его уже просмотрело 30 миллионов человек, 500 тысяч из которых поставили ему лайк. Количество недовольных бьет все рекорды. Цифра в 3 миллиона дизлайков продолжает уберечиваться день ото дня. Все началось с негативных отзывов по поводу самой игры. С тех пор, независимо от того, играл ты в Call of Duty или нет, поставить дизлайк трейлеру стало делом чести каждого геймера. Чего уж тут говорить о комментариях. Море ненависти и спама. Ну и звезда сегодняшнего видео Джастин Бибер с видео на его песню Baby. Несколько лет назад ненавидеть Джастина Бибера было попросту модно, независимо от того, насколько качественной была его музыка или видеоклипы. Популярный хит стал одним из самых ненавидимых в истории YouTube. Дизлайки сыпались на него как град. На сегодняшний день у ролика почти полтора миллиарда просмотров, более 4 миллионов лайков и 6,5 миллионов дизлайков. Этот рекорд будет трудно кому-либо переплюнуть. А на этом сегодня все. И не забудьте подписаться. Моя мастерская — твое настроение. Моя мастерская — твое настроение.